Привет! Джордан Белфорд вырос в обычной семье бухгалтеров, но его амбиции пошли гораздо дальше, пожалуй, даже слишком далеко. Кто-то считает его гением, а кто-то безумцем. Так куда же заведет его жажда власти и денег? Внутри огромного офиса компании Stratton Oakmont брокеры играют в дартс, бросая карликов в мишень. Глава компании Джордан Белфорд родился в обычной семье, а в 26 лет имеет доход в 49 миллионов долларов в год. Жена-модель, двое детей, яхты и дорогие машины. У него есть все. После очередной ночи безудержного разврата он чуть не разбивает вертолет, когда в пьяном виде приземляет его на лужайку собственного особняка. Чтобы поддерживать свою империю, он каждый день употребляет все возможные виды запрещенных веществ. Но по его словам, все они меркнут по сравнению с кайфом от денег, которые дают безграничную власть. Все началось, когда в 22 года он устроился стажером в брокерскую компанию на Уолл-стрит. Молодая жена Тереза едет с ним на автобусе и провожает на работу, где более опытный коллега обзывает Джордана вошью и ни во что не ставит. Но начальник Марк выделяет парня. Босс учит новичка местным порядкам, которые позволяют ему вскоре купаться в деньгах, бесконечно сквернословить, накачиваться алкоголем, а также регулярно сбрасывать сексуальное напряжение. Поскольку никто не умеет предсказывать, вырастут или упадут в цене акции, то задача брокеров только в том, чтобы впаривать побольше сделок и брать с них комиссию за услуги. А если кому-то из клиентов повезет и они захотят вывести свой выигрыш, то нужно не дать им этого сделать, заставив совершить новую покупку. Джордан в полном восторге от Уолл-стрит и вскоре получает официальный статус брокера, но в первый же день в новой роли происходит самое большое падение рынка – Черный понедельник. Фирма банкротится и парень остается без работы. Пока Джордан просматривает раздел вакансии в газете, жена предлагает заложить ее обручальное кольцо, чтобы ему не пришлось продавать телевизоры в местном магазине. Им удается найти вакансию брокера на другом конце города, и Джордан приходит в инвестиционный центр, чей офис выглядит очень дешево и неопрятно. Такие же непрофессиональные брокеры продают здесь дешевые акции маленьких компаний, которые не приносят почти никакой прибыли. Их клиенты – обычные работяги, которые мечтают разбогатеть, вложив всего несколько сотен долларов. Но комиссия за услуги здесь не один процент, как на Уолл-стрит, а целых 50. Джордан берется за свою первую сделку и использует все, чему научился у опытных брокеров. Под авацией коллег он совершает самую большую продажу, которую им довелось видеть, и получает с нее 2000 долларов. После нескольких месяцев он уже может позволить себе крутую тачку, которую замечает его сосед Донни. Он поверить не может, насколько больше него зарабатывает Джордан, и как только получает подтверждение в виде чека, то в ту же минуту звонит боссу и увольняется со своей работой. Они становятся друзьями и сообща открывают собственную брокерскую контору, набирая команду из тех, кто имеет опыт в продажах, в основном запрещенных веществ. Среди них Выдра, Робби, Честер, Брэд и Кокон, который единственный имеет высшее образование юриста. Джордан просит Брэда показать пример, как вызвать у покупателя потребность в своем товаре, и просит продать ему обычную шариковую ручку. Слышь, будь другом, запиши мне свое имя на салфетке. Мне нечем записать. Вот именно, где спрос, там предложение. Они снимают гараж, но Джордан быстро понимает, что можно заработать и больше, если сделать компанию более презентабельной. Он придумывает новый логотип и название Stratton Oakmont и предлагает войти в доверие самым богатым покупателям. Для этого сначала брокеры будут продавать стабильные акции известных корпораций, а затем начнут впаривать дешевое барахло с огромной комиссией. Главная причина их сомнений в том, что они Вам не доверяют. Ну и правильно делают. Вы в зеркало себя видели. Сборище скользких жуликов. Джордан демонстрирует, как пользоваться сценарием телефонных продаж, который он составляет для всех подчиненных. Его бизнес растет, и он нанимает все больше молодых и амбициозных брокеров, которые приносят ему огромную прибыль. Тогда же в компании начинается традиция отвязных празднований с оркестрами, заданиями наспор и стриптизом. Об успехе Stratton начинают узнавать, и за делами компании теперь следит агент ФБР Патрик Деном. Джордан также дает интервью самому известному финансовому журналу Forbes, что оборачивается разгромной статьей, в которой его называют «Волком с Уолл-стрит» и извращенным Робином Гудом. Он отбирает у богатых и отдает самому себе и свои веселые шайки брокеров. Читай, читай. Мужчина в ярости, но жена уверяет его, что плохой рекламы не бывает, и на следующий день Джордана осаждает толпа брокеров, которые жаждут работать на него. За месяц они вырастают вдвое и находят новое помещение, а ситуация с развратом в офисе становится настолько запущенной, что Джордан нанимает своего отца, чтобы тот следил за порядком на рабочих местах, подобно шерифу в городе. Безумный Макс, как его прозвали, имеет взрывной нрав, и в один из дней орет на сына и его компаньонов за то, что они потратили 26 тысяч долларов на ужин. В это время они обсуждают, каких карликов будут заказывать, чтобы бросать их в качестве дротиков для дартса, и со смехом убегают от злого папаши, подобно школьникам, которые напакостили. Позже Джордан делится с отцом, что его семейная жизнь разваливается из-за того, каким женщинам и развлечениям он имеет доступ каждый день. Да, это было мерзко. Для нормальных людей. Но кому охота прозябать среди них? Джордан устраивает очередную вечеринку в своем особняке, где сообщает, что выведет компанию на новый уровень. Теперь они будут искать крупные компании, чьи акции станут размещать первыми. Это позволит контролировать их цену и совершать больше махинаций. Для лучшего мозгового штурма команда накачивается всем, чем только можно, и Донни в неадекватном состоянии начинает бормотать Стив Мэдден. Это старый знакомый Донни, который стал известным модельером женской обуви, и Джордан рассчитывает заключить с ним партнерство. На вечеринке также появляется девушка Наоми, чью красоту отмечают все присутствующие. Несмотря на осуждающие взгляды Терезы и парня Наоми, Джордан флиртует с красоткой и вызывает ее симпатию. Позже они договариваются поужинать вместе, и после нескольких намеков, которые будоражат фантазию мужчины, Джордан подвозит девушку до дома. Не хочешь подняться ко мне чаю попить? Чаю, да. Джордан проходит внутрь, где почти решает уехать обратно к жене, но тут Наоми появляется перед ним полностью обнаженной. У них закручивается бурный роман, и в один из дней Тереза застает их на заднем сидении лимузина. Джордан не находит, что ответить и через три дня подает на развод. Они начинают жить вместе с Наоми, которая знает толк в богатой жизни, а в компании он продолжает увеличивать заработки нелегальными путями. Чтобы не попасться, он нанимает личного юриста, и поток денег становится таким огромным, что Джордан не знает, куда их еще потратить. Вскоре Джордан делает предложение Наоми, после чего устраивает мальчишник в Лас-Вегасе, на который тратит 2 миллиона долларов. На свадьбе он знакомится с любимой тетушкой Наоми из Лондона, а затем дарит невесте яхту, названную в честь ее имени. Все идет как нельзя лучше. Но полтора года спустя разъяренная Наоми будет мужа стаканом воды в лицо. Всю ночь он повторял имя другой женщины, услугами которой пользовался накануне. Ты уже отец, помнишь? Да. У тебя ребенок есть, а ты сам ведешь себя как ребенок. К тому же он прилетел на вертолете посреди ночи, уничтожил лужайку и разбудил сигнализации дочь Скайлера. Такие яростные скандалы между ними стали обыденностью, но заканчиваются они не менее страстным примирением. Джордан отправляется на работу, где наступает день первичного размещения акций компании Стива Мэддена. Он лично приходит в офис, чтобы неловко и скромно представить свои новые туфли, но избалованные страстными речами Белфорта и зрелищными вечеринками, брокеры начинают освистывать и бросать в модельера мусор. Джордан останавливает их и объясняет, что именно такие люди не от мира сего задают тренды в моде. Акции отправляются в продажу, и компанию снова настигает ошеломительный успех. Но его омрачает новость о том, что ФБР отправило официальный запрос на снимки со свадьбы Белфорта. Джордан советуется с частным детективом, который рассказывает, что подкупить агента Денема не удастся, но брокер все равно решает пригласить его с напарником на яхту. Там он пытается соблазнить стражей закона своими привычными развлечениями, но ничего не срабатывает, и разговор из «Дружелюбного» быстро переходит к взаимным угрозам и оскорблениям. Ваша зарплата за год, как я их называю, конфетти! Видите? Чтобы скрыть свои доходы, Джордан намеревается воспользоваться помощью швейцарских банков. Он накачивается веществами, и во время перелета через океан домогается стюардессой и дерется с пилотом, который в итоге лично привязывает его к стулу. Когда Джордан приходит в себя, Донни рассказывает, что он натворил, и только благодаря связям Кокона его не отправляют в обезьянник по прибытии. Трио встречается с банкиром Сорелем, который знает толк в преступных делах и советует открыть счет на родственника, не являющегося гражданином США. Джордан посещает Лондон, чтобы просить об этой услуге тетю Наоми Эмму. Кроме нее, они используют жену Брэда, родом из Швейцарии. Они пытаются привязать пачки с наличными прямо к ее телу, но в итоге решают просто разделить поклажу между многочисленными родственниками девушки. Донни считает, что Брэд должен переправить и его деньги, что приводит к конфликту. Брэд вырубает толстяка, и когда приходит день передачи денег, Донни провоцирует компаньона и требует извинений. Их громкую перепалку замечают полицейские, и Донни роняет портфель с деньгами и убегает, подставляя Брэда. На него надевают наручники и сажают в патрульную машину. Через некоторое время Донни достает редкую разновидность таблеток, который его знакомый держал в заначке 15 лет. Джордан наслышан о них как о священном Граале в мире веществ. Употребив их, оба не чувствуют никакого эффекта и принимают все большую дозу. Беременная вторым ребенком Наоми отвлекает их, чтобы позвать мужа к телефону. Частный детектив требует перезвонить по телефону автомату, и Джордан садится за руль, чтобы доехать до гольф-клуба неподалеку. Там он узнает, что Донни скрыл от него факт ареста Брэда, а ФБР уже установили прослушку на все телефоны Джордана. И тут просроченные таблетки наконец начинают действовать. Речь Джордана становится путанной, и он падает на пол. Меня накрыло так сильно, что я открыл совершенно новую стадию. Стадию церебрального паралича. Он принимается ползти, кубарем скатывается по ступенькам и ухитряется ногой открыть дверь своего Ламборгини. Тут звонит Наоми. Она сообщает, что Донни совсем разошелся, и звонит в Швейцарию. Джордан как может спешит доехать до дома, чтобы прервать разговор, который может содержать нужную ФБР информацию. Преодолевая свое состояние, он вырывает телефон из рук Донни, а потом спасает случайно подавившегося мясом друга от смерти. Все это происходит на глазах у семьи Джордана. Он валится без сил на диван, но чуть позже его будят полицейские и выводят на улицу. Так, похоже, все-таки без царапин не обошлось. Он сознается в содеянном, но его отпускают за отсутствием доказательств. Брэджи не стучит на Донни, и ему приходится сидеть в тюрьме три месяца. Юрист предупреждает, что ФБР не успокоится, пока не посадят Джордана за решетку, но если он пойдет на сделку со следствием и уйдет с должности главы компании, то отделается штрафом и сможет до конца жизни не работать. Белфорд принимает условия и собирает подчиненных, чтобы со слезами на глазах сообщить о своей отставке. Но прямо во время речи он называет себя лицемером за то, что не пошел до конца, хотя всегда требовал этого от своей команды. Это мой дом, и я никуда не уйду! Меня никто и ничто не выпьет отсюда! Несмотря на советы отца, он идет на риск, а вскоре закатывает очередную вечеринку на яхте в честь освобождения Брэда из тюрьмы. После этого напарник выходит из дела, а через два года умирает от сердечного приступа. ФБР берутся за Стреттон с удвоенной силой, и ее основатели регулярно подвергаются допросам. Но никто из них не прогибается, и дело не сдвигается с мертвой точки. Хотя юристы рекомендовали им не покидать США, Джордан и Донни везут своих жен в Италию, чтобы расслабиться и не попасть под внезапный арест. В один из дней Кокон, который остался за главного, сообщает, что Стив Мэдден продает акции, узнав о недавних проблемах Джордана с законом. Тут же и Наоми приходит в слезах из-за того, что тетя Эмма умерла от сердечного приступа, и 20 миллионов долларов на ее счету теперь под угрозой. Сорель обнадеживает, что тетушка сделала Джордана наследником, однако, чтобы получить деньги, ему придется в течение суток попасть в Швейцарию. Джордан приказывает капитану яхты выходить в море, несмотря на то, что погода для этого не подходящая, а Наоми нужно в Лондон на похороны. В пути они попадают в жуткий шторм, который угрожает похоронить их. Джордан не находит ничего лучше, чем приказать Донни принести из затопленной каюты таблеток, потому что он не собирается умирать трезвым. Рискуя жизнью, Донни выполняет задание, и Джордан принимает одну за мгновение до того, как огромная волна переворачивает яхту. От гибели их спасают итальянские спасатели, а в иллюминатор Джордан видит, как частный самолет, который он вызвал для полета в Швейцарию, падает в океан. Он расценивает это как знак свыше и решает окончательно завязать с веществами. Спустя два года он снимается в рекламном ролике своего семинара по продажам и обогащению, но тут его арестовывают агенты ФБР. Сорель вместе с Кокуном тоже попадаются на отмывании денег в США, и швейцарец сдает Джордана и всех его подельников. Донни посещает Джордана, который теперь сидит под домашним арестом. Друг говорит, что никто на него не настучит, а сам он возьмет любые расходы на себя. Наоми отказывается разговаривать с мужем, а его трезвая жизнь скучна до безумия. Вскоре Джордану предлагают сделку, иначе его упекут за решетку на 20 лет. Ему придется надеть на себя микрофон и стукачить на всех своих компаньонов. Джордан берет время на раздумья, опасаясь, что если он не настучит первым, то кто-нибудь из Стрэтона обязательно сдаст его. А дома, несмотря на страстные признания в любви от мужа, Наоми говорит, что подает на развод. Когда я хожу под следствием с электронным браслетом вокруг лодыжки, вдруг ты решила, что ты, тварь, больше меня не любишь, так что ли? Нет, нет. Она угрожает, что в суде может лишить Джордана право видеться с детьми. В ответ мужчина приходит в ярость и оскорбляет жену, на что получает пощечину и отвечает Наоми тем же. Он срывается впервые за два года, употребляя внушительную часть из заначки веществ, и направляется в детскую. Только не смей их трогать! Не трогай меня, скотина! Он будит Скайлер и несет ее в машину, чтобы прокатиться с папой в путешествие. Наоми преследует их и разбивает ломом водительское окно. Джордан включает задний ход и дает по газам, но врезается в ближайшую стену и бьется головой об руль. Наоми забирает от него трясущуюся от страха дочь. Чтобы не состариться в тюрьме, Джордану остается только надеть на себя микрофон и сдать всех своих друзей и коллег. Все они радостно приветствуют его по возвращении, но когда доходит очередь до Донни, Джордан тайно передает ему записку со словами «Не подставляйся, на мне микрофон». Однако друг сам идет на сделку с федералами, и на следующее утро они приходят арестовывать Джордана с запиской в качестве улики. В Стреттоне тоже проходят массовые аресты благодаря содействию Белфорда. Донни знает о Рейде заранее и удаляет весь компромат на своем компьютере. Джордану за кооперацию дают три года заключения. В зале суда его провожают грустными взглядами только два человека – его пожилые родители. Джордан ужасно боялся тюрьмы, но оказалось, что зря. Пока агент Деном едет с работы в грязном вагоне метро, Белфорд играет в теннис на шикарном корте на территории тюрьмы. Деньги дают здесь такую же безграничную власть, как и на воле. После освобождения Джордан колесит по миру со своими семинарами. Он выходит к толпе поклонников, чтобы научить их продавать все что угодно. Продай мне эту ручку. Название фильма, как всегда, ищи в описании к ролику. А пока ответь в комментариях. Как думаешь, быстрые и огромные деньги испортят любого человека? Или перед соблазнами все же можно устоять? И не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы классные сюжеты выходили как можно чаще. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!